Ну что, друзья, вот и сбылась мечта шайки Кремлевских Адольфиков. Вот нас и разделили на людей первого и второго сорта, а очень скоро столкнутся лбами. Многие из вас предполагали, высказывались, мол, революция в России неизбежна, может быть, даже что-то вроде гражданской войны начнется. Такие предположения тоже озвучивались. Ну вот оно начинается, скоро третий звонок. Правда, глотки, видимо, друг другу станем рвать мы с вами, а Адольфики уже занимают места в VIP-ложах, запасаются попкорном. Сейчас все расскажу. Начинаем! Вот эта вот третья волна коронавируса, она, вы знаете, стала очень показательной, хотя и последовательной. В первую нас запугивали вирус, это страшно, болваня в итоге поверил. Во вторую убеждали, дабы не заболеть, срочно нужно привиться, и даже какой-то шмурдяк на коленке по-быстрому сляпали. Причем не только в России, по всему миру. Теперь вот видишь, что народ не очень-то доверяет шмурдяку, вакцинироваться заставляют. Я не оговорился, сейчас вы сами знаете, что именно заставляют. Во всяком случае, в нашей стране, ну, потому что добровольными началами. Оноя назвать как минимум сложно, чтобы нам не врали с экранов телевизора. У нас добровольная вакцинация против ковида. У нас закон об иммунопрофилактике, который не предусматривает обязательной вакцинации. Поэтому здесь никаких изменений нет. Ну, а вокруг всякого громкого вопроса всегда много спекуляций. Я бы думала, что вот к этому так надо относиться. Спасибо. А хотите, я вам прямо сейчас предскажу, что будет в четвертую волну. А она обязательно случится. Через полгода, максимум год, так вот, вангую. Четвертая волна начнется с того, что заболевать будут именно привитые. Причем массово. Возможно, даже умирать люди начнут. И вот тогда... Сохраните этот ролик где-нибудь. Когда начнется, достаньте и пересмотрите. И вот тогда упыри начнут визжать во всех своих СМИ, что новую волну, гораздо более страшную, чем первые три, вызвали невакцинированные. В тот момент сосед пойдет на соседа, друг на друга, обратно брата. Ну, по крайней мере, конфликт возникнет. Давайте забьемся. Это реальная журналистика, не хай по ради. Пожалуйста, досмотрите этот выпуск до конца. Сделайте репосты. Покажите данное видео ватникам. Поехали. Сразу оговорюсь, я не являюсь антипрививочником. Более того, я действительно считаю, что вакцинация в некоторых случаях даже необходима. Но... А. Необходимо далеко не всем. Чуть дальше объясню почему. И Б. То, что я наблюдаю сегодня в нашей стране, очень слабо напоминает действительно какой-то серьезный медицинский подход к такой важной штуке, как массовая вакцинация целой страны от опасного, как нам говорят, вируса. Вот, например, зритель прислал. Да вы и сами это видите у себя в городах. Нам предлагают прививаться в каких-то закутках. В автобусах, в кустах, на пеньках. Причем у людей не спрашивают никаких медицинских документов, ну типа медкарты, истории болезни. Не требуют никаких анализов. Завели за угол, укололи. Гуляй, Вася. Если вам скажут прививаться от коронавируса, вы будете прививаться? Я уже прививаюсь. А зачем? Не знаю, на всякий случай. На всякий случай или вы не знаете? У нас на работе все прививали. Подождите, а вы понимаете, что вам вводили вообще? Какой препарат вы поинтересовались? Ну, документы есть, которые... Не, а вы поинтересовались? Там сертификат в соответствии качества. Ну вот, они же дают вот это. Нет, это бумажка информации. Ну, я не знаю. С понятием. И это первый вопрос, который у меня возникает. Объясняю. Дело в том, что совсем недавно травмировал руку. Безобидная, в общем, травма в плане дальнейшей жизнедеятельности. Но встал вопрос о возможном медицинском вмешательстве об операции. То есть о возможном еще раз дали. Вот такую портянку со списком анализов, которые необходимо было пройти неделю, проходил. Это только для того, чтобы установить, нужна операция или нет. Если бы я на нее согласился, я бы сдавал анализов вдвое больше. А в нашем случае факт о медвмешательстве на лицо. То есть людям уже ставят прививку. Однако никакие анализы врачам не нужны. И даже медкарту приносить не обязательно. А если у человека непереносимость к каким-то компонентам аллергии, я ищу что-то пофигу, поэтому у меня еще вопросы возникают. Оширяют нас точно врачи. Скажите, вы поставили прививку от коронавируса? Нет, не поставил. Не хочу. Не хочу. Не хочу. Я считаю, что она не нужна. А скажите, почему не ставите? Нет желания. Я спортсмен. У меня сядет иммунитет. Я потеряю свои результаты, поэтому смысла нет. Для чего? Чтобы защититься от коронавируса. Не верим. А зачем это? Чтобы защититься от коронавируса. Коронавируса нет, это все обман. А смысл от нее? Все либо переболели уже, в любом случае. Ну как опять вот третья волна идет? Ну пойдет, снова переболеем, ничего не случится. Следующий момент, почему с вакциной была такая спешка? В смысле на этапе ее изготовления могли бы с толком, с чувством, с расстановкой до ума препарат довести? Нет, надо было срочно. Впрочем, ладно, можно списать эту историю на политические игрища, на гонки между странами. Тогда третья. Почему прививают-то нас в данный момент в приказном порядке? Ведь любой первокурсник из меда вам объяснит. Есть такая штука у человека, как иммунитет. У кого-то он сильнее, у кого-то слабее. Давайте на пальцах. Вот поверите, жаль, что у камеры нет специальной линзы, а то бы вы это увидели. Прямо сейчас вокруг меня, равно как и вокруг каждого из вас, летают триллионы микроорганизмов. Вирусы, бактерии, еще какая-то фигня. Многие из них вредоносные. Но ни мне, ни вам не предлагают сделать сразу триллион прививок. Мы не заражаемся от этих микроорганизмов почему-то. Почему? А потому что наша иммунная система устроена таким образом, что она вырабатывает антитела каждой из этих летающих вокруг хрений. Это происходит естественным путем. Именно поэтому с нами ничего не случается. Так неужели же наши с вами организмы до сих пор не смогли выработать антител к этому несчастному коронавирусу? Полтора года прошло ведь с начала пандемии. 11 июня скончался от ковида, привитый за полгода. До этого от ковида главный врач Котельниковской больницы Михаил Анисимов. В декабре месяце он привился. Об этом размещена информация на его социальных сетях, выложены фотографии. После он много агитировал за вакцинацию, но сам вот заболел и умер. То есть весь прошлый год он был на передовой, он сталкивался с ковидом каждый день. И тем не менее был жив, здоров, вакцинировался, заболел, умер. А я вам отвечу, даже больше чем уверен, что у половины из нас эти самые тела появились за полтора года, поэтому и анализов перед уколом не берут. Но им зачем-то нужно нас уколоть, а вот теперь пугать стану. Но особенно сторонников прививки, знаете, могу поспорить. 99% граждан понятия не имеют, что такое вакцина. Даже в Википедии не потрудились оного почитать. Люди на самом деле считают, будто это лекарство, вроде таблетки от головы, или что те самые антитела нам вкалывают. Так вот я вас расстрою, дорогие. И вкалывать тебе будут то, чего ты сегодня боишься больше всего на свете. Компонент вируса или, может быть, даже сам вирус. Ну, правда, в ослабленном состоянии токсин тебе введут. То есть тебя во время вакцинации будут искусственно заражать. По науке делается это как раз для того, чтобы организм начал бороться с введенным токсином, начал вырабатывать те самые антитела. Непонятно. Впрочем, зачем колоть отраву, если антитела в организме уже имеются? Хотя, следующее видео посмотрите. Попал в ковидный госпиталь. Палата моя. Ну, наверное, человек 80. Примерно. На ВДНХ. Ну, у меня только 60-е место. Получается, человек 60. Вот моя местечка. Самое интересное, что 80% больных после прививки. Я недаром вам этот ролик показал. В нем зараженный говорит, что подавляющее большинство заболевших вновь это как раз привитые. Так вот, к чему я это? Я, конечно, не медик. Но даже я понимаю, что если пичкать себя таблетками по поводу и без повода, ты тупо начнешь разрушать свой собственный иммунитет. Никогда разве не слышали от тех же врачей, что лекарствами лучше не злоупотреблять? Ну, а, например, Голикова почему-то сейчас совершенно другие вещи народу рассказывает. Те наши граждане, которые ранее прививались и уже прошло значительное время, у которых есть вопросы по поводу того, как поступить дальше, важно принять решение о ревакцинации, если уже прошло 6 месяцев. Ага, ширяйся лучше каждый день, уничтожая иммунную систему организма. И кто, главное, говорит Голикова, которая несколько лет к ряду всю страну пустышкой орбидолом пичкала, лоббировала это недовекарство, продвигала его на рынке, заработала на оном миллиарды. Кстати, ага, а сейчас колодцы тебя призывают, типа вылечишься. Еще один момент, о чем тоже предложил бы многим задуматься, вспомните свое детство. Вспомните, что вам с детства говорили родители, учителя, педиатры, даже учитель физкультуры в школе. Что необходимо, дабы человек был здоровым? Ну, здоровым. Ну, вспоминайте. Больше двигаться, да? Если есть необходимость дойти куда-то пешком, дайди пешком. Если есть необходимость подняться по лестнице без лифта, поднимись ножками, правильно? Дышите свежим воздухом, говорили. Принимайте солнечные ванны, это очень важно. Было каждый доктор. Еще недавно советовал хотя бы раз в год людям ездить к морю для здоровья. Оно хорошо, потому что... Ну, и правильно питайтесь. А как поступают с нами чиновники после начала пандемии? Да, закрывают в четырех стенах, максимально ограничивая возможность передвигаться. Не дают дышать воздухом. Вон Собянин в Москве все парки позакрывал. Хорошо, хоть окна заколотить не заставляет. Солнечный свет нам тоже, оказывается, не нужен. А жрите пальмовое масло. Все еще верите, что они нацию вылечить собираются? Ребят, я не сторонник теории заговоров. Да и не вижу тут никакого заговора. Я вижу обычный бизнес. Вот недавно об этом в ТикТоке говорил. Подпишитесь, кто еще не подписан. Ссылка внизу в описании. Ну, так вот. Мы входим в новую экономическую эпоху. Нефть сегодня уже не черное золото. Вернее, черное, но не золото. Запасов нефти добытых. В данный момент столько, что безо всякой добычи углеводородов лет на сто хватит. Металл. Ну, его тоже столько, сколько раньше не нужно. Выгляни в окно. Посмотри на свою машину. Вот у твоего дедушки она была железной. А твоя на 75% пластик. То есть тут тоже все понятно, да? Однако сильные миры всего, которые привыкли жить красиво, хотят и дальше жить красиво. Поэтому они решили зарабатывать на нас. Пандемия суперовая вещь. Создавая вакцину, впаривает дураку. Миллиарды на кармане осядут. Или ты правда думаешь, что фармкомпании очень хотят, чтобы пандемия как можно скорее закончилась? Ага. Прямо как торговцы оружием мечтают о мире во всем мире. Господа, вы поймите, это война. Чем больше жертв на этой войне, тем больше заработают фармкомпании. Вон, в прошлом году плюс 9 долларовых миллиардеров. Им не надо, чтобы мы выздоравливали. Им нужно, чтобы мы болели и умирали лучше миллионами. Они готовы ширять, ширять, ширять нас своими вакцинами, которые будут еще больше. Разрушать природный иммунитет бестолкового человека. Обвинят, повторюсь, в том, что вы заболели. Кого-то, кто не привился. Ну, нужно же крайнего назначить. А продажные политики, ну, они ведь не даром свой хлеб едят. Расскажут вам еще и не такие сказки. Прививка, добровольное дело. Какое добровольное дело? Мобилизация в 41-м году добровольное дело была? Когда всех, кто это, когда избегает мобилизации? Дезертиров расстреливали на ходу. Паникеров расстреливали. Без суда и следствия. Шла война. А сегодня хуже. Немец подошел к Москве. А зараза по всей стране. Пойми, ты просто солдат на этой войне. Цифра. В графике нужной статистики мы для них еда, если хотите. Ты часто задумываешься о самочувствии, ну, например, батона колбасы? Все. Переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Пока-пока.